Добрый день, друзья! Тема нашего сегодняшнего занятия Транспорт веществ в клетку. Мы изучим различные виды и особенности транспорта веществ через мембрану клетки внутрь. Ежедневно мы потребляем с пищей основные питательные вещества Вода, белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, минералы, а также в больших количествах, чем питательные вещества, воду, из которой наш организм состоит на 80%. Пища и вода попадают в желудочно-кишечный тракт, где происходит расщепление некоторых питательных веществ. Так, например, белки расщепляются до пептидов и аминокислот, жиры эмульгируются в мельчайшие капли, хиломикроны, углеводы расщепляются до олига и моносахаров, например, до глюкозы, нуклеиновые кислоты до нуклеотидов, Минеральные вещества в водной среде диссоциируют на ионы, такие как ионы натрия, калия, хлоридонионы, фосфатонионы и другие. Вода остается в неизвенном виде и всасывается вместе с остальными питательными веществами в кровь и лимфу, которые составляют основу внутренней среды нашего организма и транспортируют все питательные вещества, а также воду к каждой клетке наших органов и тканей. Для многих первые два этапа транспорта питательных веществ с обеденного стола к нашим клеткам являются понятными и очевидными. Но что происходит на клеточном уровне, для многих представляет вопрос. Прежде чем мы рассмотрим, как питательные вещества из крови и лимфы транспортируются в цитоплазму клеток, мы с вами вспомним о том, что все клетки покрыты оболочкой, которая называется плазмолема. Плазмолема или цитоплазматическая мембрана построена из двойного слоя липидов, преимущественно фосфолипидов. Гидрофобные хвосты фосфолипидов обращены внутрь, а гидрофильные головки наружу, с одной стороны в сторону цитоплазмы клетки, с другой в сторону межклеточного пространства. Кроме липидов в состав цитоплазматической мембраны входят белки. Их может быть до 60%. Цитоплазматическая мембрана выделяет три категории белков. Это интегральные белки или пронизывающие, которые насквозь пронизывают двойной слой липидов плазмолема. Погруженные белки, которые погружены в нее лишь наполовину. И поверхностные белки или периферические, которые могут находиться либо под мембраной со стороны цитоплазмы, либо над ней со стороны межклеточного пространства. Таким образом, транспорт всех веществ в клетку может происходить только через плазмолему, через цитоплазматическую мембрану, которая является барьером клетки. Существует два вида транспорта. Пассивный транспорт, на который не требуются затраты энергии. И активный транспорт, где перемещение веществ происходит с затратой энергии. Пассивный транспорт. В основе пассивного транспорта лежит разность концентрации и зарядов. При пассивном транспорте вещества всегда перемещаются из области с более высокой концентрации в область с менее высокой концентрацией. То есть по градиенту концентрации. Если молекула заряжена, то на ее транспорт также влияет и электрический градиент. Поэтому часто говорят об электрохимическом градиенте, объединяя оба градиента вместе. А скорость транспорта зависит от величины электрохимического градиента. Пассивный транспорт бывает трех видов. Это простая диффузия, которая представляет собой транспорт веществ через липидный бисвой. транспорт веществ через мембранные каналы и облегченная диффузия или транспорт веществ через специальные транспортные белки. Рассмотрим каждый вид пассивного транспорта более подробно. Простая диффузия. Это транспорт веществ непосредственно через липидный бисвой. В простой диффузии в клетку проникают газы, такие как углекислый газ или кислород. Неполярные молекулы, такие как липиды, которые хорошо растворимы в липидном бислое мембраны. И небольшие полярные молекулы, например, молекулы воды. Нужно сказать, что проникновение путем простой диффузии воды внутрь клетки носит специальное название – осмос. Вода, кроме простой диффузии, также проникает в клетку и с помощью специальных белков – аквапаринов. Аквапарины обеспечивают более быстрое проникновение молекул воды из внеклеточного пространства в цитоплазму клетки. Транспорт веществ через мембранные каналы. Этот транспорт представляет собой поступление веществ в клетку за счет диффузии через специальные белковые структуры, которые называются мембранные каналы. Перед вами на рисунке натриевый канал, функция которого заключается в транспорте катионов натрия из вне клеточного пространства в цитоплазму клетки. Именно в этом направлении возможен транспорт натрия через мембранный натриевый канал, так как транспорт через мембранные каналы – это транспорт, который должен осуществляться по градиенту концентрации. Так как натрия всегда больше во внеклеточном пространстве, чем в цитоплазме клетки, это направление очевидно. Резюмируя вышесказанное, через мембранные каналы в клетку могут поступать заряженные молекулы или ионы, такие как ионы натрия, калия, кальция, хлоридонионы и другие. Последним видом пассивного транспорта является облегченная диффузия или транспорт веществ с помощью специальных транспортных белков, каждый из которых отвечает за транспорт определенных молекул или групп родственных молекул. Они взаимодействуют с молекулой переносимого вещества и самопроизвольно, то есть без затраты энергии АТФ, перемещают ее сквозь мембрану. Облегченной диффузией в клетку транспортируются сахара, аминокислоты, нуклеотиды и многие другие полярные молекулы. Активный транспорт. Необходимость активного транспорта возникает тогда, когда требуется обеспечить перенос через мембрану молекул против электрохимического градиента. Этот транспорт осуществляется белками-переносчиками, деятельность которых требует затрат энергии. Источником этой энергии служат молекулы АТФ. Существует три вида активного транспорта. Натрикалиевый насос, экзоцитоз и эндоцитоз, которые в свою очередь разделяют на три вида фагоцитоз, пиноцитоз и рецептоопосредованный эндоцитоз. Поговорим о каждом виде активного транспорта подробно. Натрикалиевый насос. Дело в том, что для нормального функционирования клетки ей необходимо постоянно поддерживать баланс в концентрациях двух главных ионов. Это ионы калия и натрия. Катионов калия всегда должно быть больше внутри клетки, чем снаружи. А катионов натрия всегда должно быть больше во внеклеточном пространстве, чем в цитоплазме клетки. Это возможно только если транспортировать ионы натрия и калия против градиента их концентрации. С помощью натрия-калиевого насоса. Натрия-калиевый насос это особый трансмембранный белок, то есть белок, который пронизывает мембрану насквозь, способный к конформационным изменениям, благодаря чему он может перемещать три иона натрия из цитоплазмы клетки наружу и два иона калия из межклеточного пространства внутрь клетки. Давайте рассмотрим процесс деятельности натрия-калиевого насоса более подробно. Итак, перед вами фрагмент плазматической мембраны, которая представляет собой двойной слой липидов. Вот гидрофильные головки, гидрофобные хвосты, а это пронизывающий эту мембрану натрия-калиевый насос. В нем имеются три кармашка, которые акцептируют три катиона натрия из цитоплазмы клетки, также в натрия-калиевом насосе есть специальный сайт для связывания молекул АТФ. В результате гидролиза АТФ до АДФ высвобождается энергия, которая расходуется на конформационное изменение натрия-калиевого насоса, и катионы натрия оказываются в межклеточном пространстве. На этом элементарный акт действия натрия-калиевого насоса не заканчивается, и затем он в два других кармашка из внеклеточного пространства забирает два катиона калия. Конформация натрия-калиевого насоса снова изменяется, и катионы калия высвобождаются в цитоплазму клетки. Как вы успели убедиться, за один элементарный акт деятельности натрия-калиевого насоса была израсходована всего лишь одна молекула АТФ. Но нужно заметить, что на деятельность всех натрия-калиевых насосов всех клеток нашего организма каждую секунду уходит треть всей энергии необходимой клетки для жизни. Другим видом активного транспорта является экзоцитоз, или процесс выведения различных веществ из клетки в межклеточное пространство. Содержимое визикул, или цитоплазматических пузырьков, которые могут быть наполнены либо непереваренными остатками пищи, либо каким-то секретом, например, гормоном, выводятся из цитоплазмы клетки наружу. При этом мембрана цитоплазматической визикулы сливается с цитоплазматической мембраной, а содержимое оказывается во внеклеточном пространстве. Обратным экзоцитозу является процесс эндоцитоза, или поглощения макромолекул клеткой. Различают три типа эндоцитоза. Фагоцитоз, или захват и поглощение крупных частиц, например, фагоцитоз бактерий, простейших и других. Пиноцитоз, процесс захвата и поглощения капелек жидкости с растворенными в ней веществами. И рецептор опосредованный эндоцитоз, или поглощение веществ после их предварительного связывания со специфическими рецепторами на поверхности клетки. Рассмотрим процессы эндо- и экзоцитоза с помощью анимации. Перед вами клетка. Это ядро, цитоплазма клетки, а это цитоплазматическая мембрана. К клетке подходит некая крупная субстанция, возможно бактерия. И с помощью эндоцитоза, а точнее фагоцитоза, данная бактерия поглощается клеткой и она оказывается в ее цитоплазме, окруженная мембраной цитоплазматической визикой. Помимо фагоцитоза, возможен процесс пиноцитоза или захвата жидкости. Также третьим типом эндоцитоза является рецепторопосредованный эндоцитоз, который предполагает первоначальное связывание поглощаемых молекул со специальными рецепторами на поверхности мембраны клетки. После связывания вещества с рецепторами, клетка образует впячивание или инвагинацию в этой части мембраны и поглощаемые молекулы перемещаются внутрь клетки. Процесс экзоцитоза – это процесс обратной эндоцитозу, который заключается в выведении веществ из клетки в межклеточное пространство. Итак, мы рассмотрели с вами все возможные виды транспорта веществ внутрь клетки. Давайте повторим пройденный материал и ответим на следующие вопросы. Какие виды пассивного транспорта вы знаете? А какие виды активного транспорта вам известны? Как жирорастворимые вещества попадают в клетку? Как ионы натрия выводятся из цитоплазмы клетки наружу? Спасибо за внимание!